Добрый вечер на ТВ8 новости. В студии Юлия Будеч. Смотрите главные темы дня. Добрый вечер на ТВ8 новости. Трагедия в Гладянах в селе Дану. Трое детей погибли при пожаре в жилом доме. Родители находились во дворе, но не смогли спасти малышей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Дану Гладянского района. На борьбу с огнем направили две бригады пожарных. Новорожденная девочка, ее семилетняя сестра и четырехлетний брат погибли при пожаре в жилом доме. Огонь уничтожил все комнаты. По словам примара, родители находились во дворе. Родители были на месте. Говорят, что они были в монастыре. После монастыря приехали. Он лег, уставший спать. Она занималась по хозяйству там на улице, мыла коляску. И увидела, что пожар, кликнула, он вышел, а обратно зайти за детьми не смог. Говорят, что уголек мог упасть и отпечь. Спасатели пока не подтвердили версию примара. Все обстоятельства происшествия выясняют следователи. На фото локоли, как я сказал, сообщее антериор, работает лаборатория экспериментальной антиинчендиар, которая имеет умение, чтобы стабиливать circunстанции этого инчендиара, inclusive максимум 10 дней на инфекции, которая была в версии. Пресс-секретарь местного инспектората полиции сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Виновным грозит до шести лет тюрьмы. Для референдума ближайшего воскресенья предоставят 632 тысячи бюллетеней. Избирателям предстоит ответить на единственный вопрос, согласны ли вы с отставкой генерального примара Дарина Киртуака. Глава Центральной избирательной комиссии проверила, как идет процесс подготовки бюллетеней. Для референдума, который пройдет 19 ноября, напечатают 632 тысячи бюллетеней, 413 тысяч на государственном языке, а 218 на русском. Кишиневцам предстоит ответить на единственный вопрос, а печать нужно будет поставить в одном из введенных кругов, за или против. Мы даем старт типару, после чего, в зиуе виния, эти бюллетене будут быть distribованы, начиная с 11.00, в муниципе Чишиневцам. Вопросы указаны в бюллетене сформулируя Волокружной избирательной совет Муниципия. Бюллетену для референдума является aplicаемой в зависимости от вопроса адресата. И, как обычно, предлагают два варианта ответа, кто является для поддержки референдума и кто является против. Бюллетени оснащены голографическими знаками, разглядеть их можно только под лупой. Чтобы референдум состоялся, необходима явка одной трети кишиневцев с правом голоса. Уйти с поста генерального примара Дарин Киртуака обязаны, если его отставку поддержит 163 571 избиратель. Столько же, сколько избрали его на пост примара во втором туре выборов 2015 года. Современные румынские автобусы, которые летом тестировали в столице, могут не доехать до Кишинева. Одна из румынских компаний, участниц тендера, оспорила результат отбора. Что говорят власти, узнаем в сюжете. У них низкое дно. Есть приспособления для пассажиров с особыми потребностями. А также кондиционер. Компания, которая выиграла тендер, дает трехлетнюю гарантию. Городской автобусный парк в последний раз получал транспорт 11 лет назад. Тогда были приобретены 20 автобусов. Самым старым из ныне курсирующих более 27 лет. На табло одно, а в баке другое. Сотрудники нескольких станций АЗС обманывали водителей. С 20 литров топлива мошенники сливали пол-литра. Таким образом, лишь одна подобная заправочная станция ежемесячно не доливала тонны бензина. Водители признались, что зачастую подозревают об обмане. Но обращаться в полицию нет времени. Добро пожаловать в вашем деле. Полиция установила, что представители некоторых АЗС использовали схему хищения топлива с помощью специальных приборов, установленных в графах распределения топлива. Потребители ежемесячно обсчитывали почти на 10 тонн топлива, а владельцы незаконно наживались на 120 тысяч шлейфов. Правоохранители провели обыски в ряде АЗС, в домах, офисах и в автомобилях подозреваемых, где были обнаружены различные приспособления, аксессуары и оборудование для изменения данных. Также были найдены записи учета украденного топлива, в том числе данные его незаконной продажи. По данным полиции, подозреваемые признали свою вину, и на время следствия будут находиться на свободе. Если подозреваемых признают виновными, им грозит до 6 лет лишения свободы. Руководство ТВ-8 готово сесть за стол переговоры с представителями КСТР. Решение продиктовано предложением председателя комиссии отозвать заявку в суд. Адвокат телеканала допускает возможность переговоров, только если КСТР внесет в повестку дня вопрос о цессии лицензии ТВ-8 и даст конкретный ответ. КСТР уже дважды откладывал рассмотрение цессии лицензии ТВ-8 от компании Аналитик Медиагрупп, Общественной ассоциации Медиа Альтернатива. Прошел почти месяц, а КСТР так и не вернулся к этой теме. За это время вопрос был выставлен на повестку дня дважды. Первый раз на экстренное заседание, которое, впрочем, не состоялось из-за отсутствия кворума. Во второй раз на встрече, которая была отложена без объяснения причин. Субтитры создавал ДОСАР. Ранее ТВ-8 подал на КСТР в суд на том основании, что Совет откладывает рассмотрение цесии лицензии в нарушении закона. Председатель КСТР предложил отозвать исковое заявление. Руководство телеканала заявило, что открыто для переговоров. Руководство телеканала заявление на цесию лицензии ТВ-8. ТВ-8 ссылаясь на спор между компанией «Аналитик Медиагрупп» и двумя ассоциациями по защите авторских прав. Недавно одна из них была лишена права заниматься сбором средств. Более того, руководство ТВ-8 оплатило все другой ассоциации. КСТР возобновил и другие споры между нашим каналом и двумя компаниями. Один из них уже недействителен, так как первая компания отозвала исковое заявление, а во втором случае есть гарантийное письмо, через которое «Аналитик Медиагрупп» обязуется оплатить задолженность. Рядом по в области СМИ ранее выразили обеспокоенность явно умышленным оттягиванием рассмотрения цесии лицензии ТВ-8 Ассоциации медиапрофессионалов. А КСТР обвинил их в дезинформации. На прием к новому начальству жители столицы смогли пообщаться с Сильвией Раду и рассказать ей о своих проблемах. На сегодняшней аудиенции в примарии люди жаловались на незаконное строительство многоэтажек, а кто-то и вовсе попросил Сильвию Раду покинуть примарию и бороться за справедливость. Сильвия Раду встречала кишиневцев светлой улыбкой и внимательно слушала каждую просьбу. Сильвия Раду, пожалуйста, разрешите. Прошите. Прошите кафе? Нет, спасибо. Тамара Пуричи, учительница со стажем, попасть на прием к исполняющей обязанности генерального примара было трудно. Женщина попросила Сильвию Раду об одном – помочь в объединении. Сильвия Раду, учительница со стажем, учительница со стажем. Незаконное строительство – главная проблема, о которой говорили кишиневцы. Сильвия Раду, учительница со стажем, учительница со стажем. Сильвия Раду также планирует установить радиотелефон в кабинете, чтобы в любой момент можно было связаться с правительством или парламентом. Сильвия Раду намерена устраивать аудиенции каждую вторую и четвертую среду месяца. Вице-премар инистр Грозаву и Руслан Кадриану также будут встречаться с жителями столицы. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте tv8.md. Социалисты попытались убедить либералов участвовать в дебатах в канун референдума. Ион Чеба надеется, что Дарин Киртуака передумает. Советник от ПСРМ также попытался пригласить на диспут Майю Санду. Дарин Киртуака передумает, что Дарин Киртуака передумает на диспут Майю Санду. Ион Чеба направился на димат. Ион Чеба надеется gewesen, что lawyer implicit." И даже не в виду что тр специально. После того, как сторонники действий Солидарности заявили о бойкосте референдума, ИОН Чебан вызвал на дебаты Майя Санду. Представители ПАС сообщили, что участвовать в грязных играх Плохотнюка и Дадона они не станут. Сторонники Достоинства и Правда также отметили, что Иоанн Чибан в панике и готов обратиться за помощью к любому. Демократы неоднократно отрицали свою причастность к политическому сговору. Жители Австралии поддерживают легализацию однополых браков, а об этом говорят данные национального опроса. Исследование носит ознакомительный характер, но по его результатам парламент страны может одобрить соответствующий законопроект. За легализацию высказались почти 62% избирателей при участии 79,5% от всех жителей с правым голосом. Голосование длилось 8 недель и проходило по почте. В нем приняли участие почти 13 миллионов человек. После объявления результатов голосования в столице Австралии Мельбурне прошли массовые мероприятия сторонников легализации однополых браков. Референдум не имеет обязательной силы, однако австралийские власти заявили, что изменят законодательство страны до конца этого года. Однако консерваторы и лейбористы пообещали не допустить принятия соответствующего закона. Современное медицинское оборудование, роботы и экологическая упаковка для молочной продукции – это лишь несколько атрибутов выставки изобретений, которые в эти дни проходят в столице. Чем удивили участники экспозиции, узнаем в сюжете. Денис Бутнару – один из молодых участников выставки инноваций. Уже полгода студент политех работает над своими изобретениями. Сегодня Денис представил робота, который листает страницы. Другая группа молодых инженеров представила руку робота и 3D-принтер. Работу участников можно увидеть в пяти категориях – инновации, сорта растений, промышленный дизайн, инновационные услуги, технологические проекты и креативная промышленность. С помощью практики, мы приглашаем к экспозиции интернациональной экспозиции. Те, кто приехал из других стран или финансировал их, есть интересы. Для нас есть благотворитель, потому что экспозиция нашей интернациональной – это благотворительный успех. Боих интересов, что мы приехали и с точки зрения исследования. На выставке инноваций посетители могут ознакомиться с работами молодых изобретателей из Молдовы, Румынии, Португалии, Хорватии, Чехии и Южной Кореи, Турции.